Клеп, расскажите, пожалуйста, как вы узнали о клинике Наран? О клинике Наран узнала от мамы, она, не знаю, как она от нее узнала, но посоветовала мне сходить, и я когда-то давно сходил в нее. Мне очень понравилось, помогло, и ей очень понравилось, и буду продолжать дальше ходить. А у вас были какие-то проблемы? Ну да, у меня беспокоила там поясница, когда пораньше было, колено беспокоило, и я пришел, и мне сделали тут массаж, шагаукалывание, банки поставили, и мне помогло, и я решил, что нужно продолжать сюда ходить по мере возможности. И я каждый раз, как не приду, мне помогает, легчает после процедуры. Поясница и колени беспокоили в силу? В силу спорта, в силу спорта, потому что занимаюсь гандболом, и контактный вид спорта, и когда меняется покрытие, на чем ты бегаешь, и от прыжков, ну от всего, она, конечно, забивается, где-то устает, и нужно ее как-то, скажем так, расслабить. Не всегда массаж помогает, нужно и банки поставить, и уголокалывание, и все вот это вот, и здесь мне это все очень помогает. А у вас есть свой массажист спортивный? Да, конечно, есть у нас свой массажист, и все, и они тоже справляются с работой, но, как говорится, все-таки есть разные виды медицины, и как бы нужно всегда их менять, скажем так, и у нас есть массажист, я к нему, конечно, хожу, и он хорошо все делает, но когда есть свободное время, допустим, выходные дни, когда я не в распорядке команды, скажем так, я прихожу сюда и наслаждаюсь. А есть, скажите, Глиб, а есть разница между спортивным массажем и массажем восточном? Ну, конечно же, конечно, восточная медицина, она сама собой отличается, и массаж это как таково обычный массаж, да, там, если ты массажисту своему в команде на что-то указал, он эти проблемные места разработает, и все, вот, а здесь как-то больше, наверное, можно, можно, скажем так, на большее пожаловаться, сказать, что больше где болит, и где-то поставят иголки, где-то поставят банки, где-то уделят побольше времени, там, то есть... А не больно было? Нет, было не больно, все, даже не то, чтобы в меру терпимости, а совершенно не больно, даже где-то и приятно. Ясно, а как иголки вы перенесли? Иголки совершенно спокойно, нормально перенес, как бы, это же ничего такого страшного, иголочке поставить. Зато, наоборот, когда вставили, может быть, в некоторых местах бывает неприятно, потому что, ну, это предупреждают, если чуть-чуть будет неприятно или больно, а так, везде, куда вставляют, не больно совершенно, их не чувствуешь, зато потом большое облегчение. Большое облегчение, да? Всего организма, да? Да, всего организма и точечно, где они стояли, и всего, как бы, в совокупности, их же не одну, не две штучки стоят, а много, и в совокупности легчает очень хорошо, мне нравится, по крайней мере. Всем советую. Спасибо, сегодня все хорошо прошло. Да, как всегда, мне все понравилось, все хорошо, и дай бог, получится у меня время еще, я приду сюда обязательно. И еще раз. С врачом у вас хорошие отношения? Да, с врачом хорошие, теплые отношения, у нас есть друг друга номера, и он меня с праздниками поздравляет, я его так же. Юрий Алексеевич. Да, Юрий Алексеевич, и в следующий раз, когда будет возможность приехать, напишу ему, он меня будет тут ждать, встречать. А, вот так? Как всегда, хорошо, да. Отлично, здорово. Ну что ж, ну у вас, у вас нет особых каких-то хронических заболеваний, правильно? Нет. Вы приходите в основном что-то, где-то какие-то… Да, точечно что-то рассказать, объяснить, что накопилось за долгие тренировки и времени. И точечно это как можно лучше расслабить или вылечить. Так вот даже. Здорово, здорово. Вы просто молодец, потому что приходите по мере возможности, прибегаете к вам даже. Да, мне хотелось бы приходить чаще, но нету просто времени, и когда действительно есть свободный день, скажем так, день, и Юрий Алексеевич на месте, я обязательно прихожу. Здорово, отлично. А что вы пожелаете нашим пациентам, они будут вас слушать, смотреть? Не переживайте, приходите и ничего не бойтесь, здесь действительно все хорошо делают и, как же так сказать правильно, знают свое дело. Вот так вот я скажу вам. Мне здесь очень нравится, всем рекомендую и советую, честное слово.